26 самых лучших многолетников для контейнерного озеленения. Очень часто спрашивают, что же посадить в вазон возле дома. Давайте определимся с тем, что из многолетников будем сажать, и плюс я дам примеры композиций с ними. Важно не только подобрать ассортимент, но и знать, из какого материала лучше контейнер выбрать и куда их деть в холодную зиму, чтобы не погубить морозами. Все расскажу прямо сейчас. Как правильно ухаживать за растениями и про способы зимовки и сохранения растений на следующий сезон? Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Для начала давайте разберемся, зачем же выращивают многолетники в контейнерах. Можно же их и высаживать на участок, ведь это многолетники. Конечно, можно. Но! Если у вас маленький участок, то как раз именно контейнерное озеленение позволит увеличить количество зеленых насаждений и освежить полностью все пространство. Вы можете сделать озеленение не только горизонтальное, но и вертикальное, используя таким образом пространство по полной. Например, вы можете посадить плетистые розы, плющ или клематис в контейнер. Во-вторых, очень часто бывает такое, что влюбляешься в какое-то растение, например, клён японский, а он просто не зимует в вашем регионе. Так вот, благодаря контейнерам есть возможность выращивать те растения, которые не приспособлены к условиям вашего региона. Также вы можете посадить растения там, где нет открытого грунта. Например, у вас бетонная площадка, парковка, лестница, терраса или другие зоны участка. Также растениями в контейнерах можно отлично делать зонирование. Плюс вы можете менять местами в озоны и создавать, конечно же, новые композиции и менять настроение на участке. Конечно же, вы можете подчеркнуть выгодность стиль дома или скрыть неприглядные места. И один из самых приятных бонусов, я считаю, это то, что в контейнеры можно высадить агрессоры, которые дают поросль, но выглядят очень эффектно. О них я тоже расскажу чуть-чуть позже. Когда вы выбираете материал для контейнера, обязательно учитывайте, какие растения будете в нем выращивать. Самыми популярными материалами считаются керамика, пластик, бетон и дерево. Сейчас чуть подробнее о каждом из них и о их плюсах и минусах. Итак, керамика. Ее отличительная особенность – это пористая структура. Благодаря именно этой структуре испаряется влага и в жаркие месяцы почва в горшке не перегревается, а корни не загнивают. Обратная сторона этой особенности – как раз частые поливы и хрупкость материала. Если вы достаточно внимательный садовод и если вы заморачиваетесь, то можете смело брать керамику. Мне лично нравится, как она выглядит в саду. Дорогие зрители, мы решили запустить благотворительную акцию. Я прошу буквально пару минут вашего внимания, чтобы рассказать о том, что мы сделаем. Мы уже на протяжении почти шести лет сотрудничаем с фондом Хабенского. Туда мы переводим ежегодно определенную сумму средств. И сейчас мы решили увеличить эту сумму благодаря каждому из вас, каждому, кто сейчас смотрит это видео. Акция очень простая. Один бонус за одного подписчика. Один бонус равен одному рублю. Если вы прямо сейчас подпишетесь, то за каждого подписчика Экоплан будет переводить сумму, равную количеству подписчиков. У нас за февраль прибавилось почти 58 тысяч человек. Да, вы скажете, что сумма это не совсем большая, но если говорить о благотворительности, то здесь каждый рубль решает. Поэтому, если вы хотите принять участие в этой акции, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. И каждые три месяца мы будем делать отчеты в наших социальных сетях о том, как мы отправляем сумму в благотворительный фонд Хабенского, поддерживать и помогать людям, которые в этом нуждаются. Прямо сейчас нажимайте кнопку подписаться, и давайте будем делать добрые дела вместе. Пластик. Здесь огромный выбор форм, расцветок и размеров. И давайте будем честны, они очень бюджетные. Легкие, практичные контейнеры, которые можно использовать для выращивания большого количества растений. Недостатками материала считаются неустойчивость к сильным порывам ветра и отсутствие естественной вентиляции. И часто по этой причине корни растений могут загнивать. Поэтому, если вы выбираете пластик для своего сада, то лучше выбирать для влаголюбивых растений. Бетон. Тоже одна очень интересная, красивая текстура для сада. Я вам уже говорила, что очень важно вписывать все в пространство вашего участка. То есть, вы должны понимать, как выглядит ваш дом, как выглядит ваш участок, как сочетаются композиции, которые у вас уже есть, с теми, которые вы собираетесь только высадить на своем участке. То же самое и про конструкции, которые вы добавляете в ваш сад. Вот бетон смотрится, конечно, очень стильно. Вазон из такого материала будет долговечным и прочным. Его, кстати, часто используют в городских озеленениях. И такой контейнер уж точно надежно защитит растения от опрокидывания. Из минусов. Это очень большой вес и невозможность пропускать воздух через стенки. В результате может быть такое, что влага застаивается у корней. Дерево. Конечно же, еще один стильный экологичный материал. Можно легко утеплить стенки для зимнего периода. Но из минусов дерево подвержено гниению, поэтому внутри и снаружи придется обрабатывать специальными средствами или материалами. Сейчас будет как раз самое важное, ради чего мы все здесь собрались. Это список растений для контейнерного озеленения. Если вы все еще не поставили лайк или не подписались, то рекомендую или прошу вас это сделать. Позже, конечно же, мы поговорим о том, как сохранить надолго и как правильно ухаживать за всеми посадками, иначе без правильного ухода все ваши деньги будут потрачены на ветер. Начнем, пожалуй, с моего самого любимого кустарника гортензии. Кстати, скажу сразу, что в этом видео также будет подборка с растениями и для тенистых мест. Есть три основных вида. Древовидная, метельчатая и крупнолистная. Все эти гортензии прекрасно будут чувствовать себя в контейнере. Из древовидных рекомендую обратить внимание на сорт Invisible Spirit. Он вырастает не более одного метра в высоту. А если говорить про метельчатые, то, конечно же, Bobo это будет низкорослый сорт. С нежно-белорозовыми соцветиями или бледно-салатовая Little Lime вырастает до 70 сантиметров в высоту и где-то около полуметра в ширину. Также можно высаживать в большие контейнеры гортензию сорта Pastel Green. Очень ее люблю. Это прям новинка селекции 2016 года. Вообще, у нас на канале есть большое видео про гортензии с подборкой низкорослых и высокорослых сортов. Рекомендую его посмотреть. Оно будет по ссылке под этим видео. Либо вот в правом верхнем углу я также оставлю ссылочку. Можете посмотреть после просмотра этого видео. Конечно же, для контейнеров просто мега-тренд. Это злаки. Во-первых, они смотрятся очень изящно. Во-вторых, они дают отличные вертикали. Для этой цели отлично подойдет веник остроцветковый. Сорт с зелеными листьями Carl Foerster с белополосатыми Overdumb и Avalanche. Веники устойчивы в зоне четвертой по USDA. Они отрастают рано весной и уже в июле представляют собой стройные снопы соцветий. На солнечной террасе требуется хороший полив, так как веник не терпит засуху. Он будет отлично расти в полутени на террасах с восточным и западным расположением или на северных балконах. Знаете, есть такое выражение, кто первый встал, того и тапки. Так вот, я хочу, чтобы вам всегда доставались тапки, потому что вы первые, кто узнаете о самых актуальных акциях, скидках и новинках в Экопланте. Я вам сейчас расскажу, что у нас запустилась акция и мы снижаем цены на самое популярное дерево сезона. Я говорю, конечно же, про тую. Сейчас все туи дешевле до 40% в Экопланте. Успейте купить самые пышные зеленые туи на свой участок со скидкой до 40% прямо по ссылке под этим видео. Переходите прямо сейчас. Шикарный декоративный злак, который красиво смотрится в крупных уличных кашпо – овсянница. Высота кустика всего 15-30 сантиметров, зато с годами она становится все пышнее и плотнее. Вертикалей вы с ней не сделаете, но она может выступать в качестве акцента в цветочной композиции вместе с низкорослыми ампельными растениями, например, дихондра или ачиток. А также она может играть роль второго плана. На ее фоне отлично будут смотреться яркие однолетники – петунии, бархатцы или анютины глазки. А также растения с цветной листвой. Я обожаю еще колиуса. Большой плюс – то, что она в обильном поливе и усиленных подкормках не нуждается. Будет расти и хорошеть сама по себе. Отличное растение для контейнера. Перестощетинник или пенисетум мохнатый – в природе многолетник, но в силу своей теплолюбивости в культуре растет как однолетник чаще всего. Конечно же, если у вас есть возможность перенести его на зиму в оранжерею или в какое-то место, где будет не так холодно и морозно, он может радовать вас своим красивым внешним видом в следующем сезоне. Очень простая и привлекательная композиция, которая не потребует особого ухода. Итак, за основу композиции берем перестощетинник пенисетум, а вниз композиции высаживаем овсяницу и завершаем все отчитком зибальда. Данная композиция отлично чувствует себя на прямом солнце. Щучка дернистая – это злак для полутенистых и тенистых мест. Она любит воду и не терпит перегрева корней. Рецепт красивых кашпо сощучка дернистой – это обильный полив и отсутствие палящего солнца. Очень часто вижу, что ландшафтники используют в катках вербейник монетчатый. Здесь у меня вообще нет никаких вопросов. Вербейник – это многолетнее травянистое растение, у него длинные ползучие побеги, которые легко укореняются. Я бы сказала, просто молниеносно. Его главные достоинства – это неприхотливость и быстрый рост. Листья у него круглые зеленые окраски и цветет он желтыми соцветиями. Вербейник отлично сажать в высокий кашпо, потому что его длинные свисающие стебли выглядят очень эффектно. Берите себе на заметку. Конечно же, в кашпо высаживайте розы. Селекционеры позаботились о том, чтобы вывести специальные миниатюрные сорта, которые подходят для посадки в зеленые кашпо. Это розы патио, бордюрные, почвопокровные, чайно-гибридные и некоторые сорта группы Флорибунда. Хорошо зарекомендовали себя красивые цветущие сорта роз для контейнеров следующие. Чили Клементин, White Baby Floor, Sugar Baby, Мандарин, Хобби, The Fairy, Yellow Клементин, Lavender Ice и Honey Milk. Контейнеры для роз могут быть узкие, но они должны быть глубокие. Это самое важное правило. И еще что очень хочу вам сказать, то что нужно обеспечить правильный полив. Если у вас горшок небольшой по объему, а надземная часть значительно больше, то, возможно, вам придется поливать и два раза в день. Обязательно обращаю ваше внимание на наличие отверстия для дренажа и, конечно же, при посадке засыпайте на дно керамзит. Еще подробнее, как ухаживать за растениями в кашпо, я расскажу чуть позже. Отчиток. Седумы и кустовые, и стелющиеся разновидности, как никакое другое растение, подходят для контейнерного сада. Эти многолетние суккуленты очень неприхотливы, не нуждаются в частых поливах и лучше растут на бедной почве, чем на питательной. Единственный уход за отчитком в контейнере – это лишь умеренное увлажнение почвы в период засухи. Отчиток видный – один из самых популярных высокорослых сортов седумов. В отличие от своих невысоких собратьев, он требует хорошего полива. Он вырастает до 30-70 сантиметров и хорошо подходит как раз для выращивания в контейнерах. Безусловно, мы будем выращивать в контейнерах пряные и ароматные травы. Лаванда – это красивый ароматный многолетник. Мода на него не проходит уже много сезонов. Лаванда прекрасно смотрится в уличных кашпо летом. Эта культура любит солнце и не нуждается в частом поливе. Можете вообще не переживать, что она засохнет под жарким летним солнцем. При контейнерной посадке лаванду лучше также высаживать в одиночку или скомпоновать с другими растениями. Самое главное – это соблюдать принцип схожести агротехники, и тогда композиция будет радовать вас яркими красками не один год. Очень необычно будет смотреться лаванда нано-альба. У нее соцветие белого цвета. Вообще, кстати, касаемо агротехники выращивания, здесь не только к лаванде имеет это отношение, а вообще ко всем композициям в саду. Если вы высаживаете растения вместе в одну композицию, то смотрите, как они уживаются друг с другом. Это очень важно. Шалфей. Это не только лекарственное, но и декоративное растение. Род насчитывает множество видов, которые отличаются друг от друга формой листьев, окраской соцветий и размерами. Для горшечного сада отлично подойдут шалфей лекарственный и шалфей мускатный. Их можно высаживать поодиночке либо вместе с другими растениями в крупных контейнерах. Вереск. Он цветет нежными лиловыми розовыми или белыми соцветиями, достигает высоту максимум 50 сантиметров, что делает его идеальным кандидатом на выращивание в контейнерах или кашпо. Вереск отлично выглядит поодиночке, а также может составить компанию другим растениям, которые предпочитают кислый грунт. Гармоничная композиция получится из вереска в сочетании с карликовыми сортами хвойных, низкорослой гортензией и папоротником. Вереск, устойчив к высоким и низким температурам, практически не болеет и не требует особого ухода. Прекрасный вариант для дачников выходного дня. Еще очень красивые вертикали можно задать с помощью дельфиниума. Большинство выносливые многолетники, но бывают также однолетние и двулетние сорта. Имеют очень высокие цветоносы и крупные эффектные соцветия на верхушке стебля. Они собраны в длинные гроздья длиной до 100 сантиметров. Цветы обычно синие, фиолетовые, белые, розовые. Бывают также двухцветные и с махровыми цветками. Сроки цветения с июня по июль. В тенистые места смело можно высаживать папоротники, хосты и остильбы. Шикарно будет смотреться композиция из папоротников и дихондры. Папоротник раскидывает свои побеги вверх, а дихондра будто стекает каплями вниз. Кстати, дихондру можно использовать как однолетник или сохранять зимой и черенковать ближе к весне. Хоста еще одна любимица ландшафтных дизайнеров. Эта непривередливая красавица украсит своей богатой листвой даже самый тенистый уголок сада. Главное, запомните одно правило. Чем темнее окраска хосты, тем менее она требовательна к освещению. Бадан приживается как на освещенных участках, так и в тени. Но лучше выбирать для него место с хорошим рассеянным светом на восточной или западной стороне участка. В таком случае бадан отблагодарит вас продолжительным цветением, а может быть даже и повторно зацветет осенью. В композиции из бадана можно добавить очиток и карликовый сорт можжевельника, а завершить это все можно мхом и камнями. Не менее красивая в кашпо, но обычно растущая как сорняк, будра плющевидная. При выращивании в горшке она ведет себя как ампельное растение, выпуская длинные ветви, густо усыпанные листьями. В народе ее называют еще кошачьей мятой за ярко выраженный характерный запах, который так нравится всем кошкам. По декоративным характеристикам я могу выделить будру плющевидную вариегата. Хочу напомнить, что все вариегатные растения имеют белые прожилки на листовой пластине. Ее ценят за изящный облик листвы, который как раз и покрыт белой каймой. Разрастаться такой тип будет очень быстро. В большинстве случаев высота достигает всего 15-20 сантиметров. Дорогие садоводы, хотите заглянуть на участки к знаменитостям? Мы собрали для вас топ-лист растений, которые растут у них в садах. Получить его можно бесплатно прямо по ссылке под этим видео. А еще бонусом будет календарь цветения 20 кустарников. Скачивайте по ссылке в описании. Все мы привыкли видеть в кашпо кустарники и цветы, но очень эффектно в кашпо смотрятся, конечно же, деревья. Невероятно смотрится в кашпо возле дома клен блоневидный. Он же веерный, он же пальмолистный. Сразу хочу оговориться, что японские клены теплолюбивы и для зоны зимостойкости четвертой они слабо пригодны. Хотя в Москве у Татьяны Воловик растут в открытом грунте японские клены, и я вам рекомендую посмотреть видео из ее уникального хвойного сада у нас на канале. Оставлю ссылку на видео в правом верхнем углу или в описании. Интересный факт. С японского языка клен переводится как лапка лягушки, каэдэ или каэдэ. Не знаю, напишите в комментариях. В связи с тем, что эти клены растут очень медленно, их стало модно выращивать в качестве растений в кашпо. Они любят кислый грунт, и его родными соседями являются рододендроны и гортензии. Условия произрастания у них не идентичны, но во многом схожи. Самой большой популярностью пользуется клен блоневидный Атропурпуреум. И еще очень хорошо себя зарекомендовали сорта Литл Принцесс и Бенни Майка. Еще из необычного я бы порекомендовала высадить декоративную яблоню с ярко-розовым цветением, иргула-марка или березу. Из хвойных вы также можете посадить в кашпо туи, сосны горные и можжевельники. Если вы хотите подробное видео на тему того, какие конкретно хвойные деревья и кустарники посадить в кашпо, то пишите в комментариях, мы обязательно запишем это видео. И, кстати, еще хотела сказать по поводу однолетников. Если тоже нужно вам видео, пишите в комментариях. Из плодовых кустарников отлично будут чувствовать себя в кашпо ирга, жимолость, смородина, ежевика, арония, голубика и малина. Тут, кстати, обращаю ваше внимание, что плодовые кустарники, например, ежевика и малина, они дают очень много порослей и часто являются агрессорами. Поэтому для выращивания в кашпо будет просто отлично. Теперь переходим к одному из самых важных пунктов – это уход. Самая большая и распространенная ошибка в контейнерном озеленении, которую допускают садоводы, это частая подкормка удобрениями с высоким содержанием азота. Такие растения перекормленные будут подмерзать зимой. Сейчас я расскажу, какой уход необходим растениям в контейнерах. Конечно же, это полив. Поскольку контейнеры больше подвержены воздействию солнца и ветра, они имеют тенденцию высыхать быстрее. Особенно в самые жаркие дни лета многие растения, которые вы выращиваете в горшках, приходится поливать по два раза в день. Контейнеры можно поливать различными способами. Я думаю, что это не открытие, это шланг, лейка или капельный полив. Выбирайте для себя тот способ, который удобен. Единственное, что я вам хочу сказать, что если у вас контейнеры маленькие, горшки маленькие, их много, то, конечно же, о капельном поливе речи не идет. Здесь придется вам либо вооружаться лейками, либо шлангом. Несколько важных советов по поливу. Во-первых, поливайте утром или как можно раньше. Что дает полив в начале дня? Во-первых, он обеспечивает растениям достаточно влаги, чтобы они могли пережить жаркие полуденные часы. Также это гарантирует, что их листья высохнут и к наступлению ночи. Потому что если они не высохнут к наступлению ночи, то это может способствовать распространению болезней. Второй важный момент – это поливайте глубоко. Растениям нужна вода у корней, поэтому просто опрыскивать поверхность почвы из шланга недостаточно. Полейте растения глубоко и тщательно, чтобы вода доходила до корней. После полива почва должна быть насыщена влагой, а вода должна стекать по дну горшка. Другие важные моменты, о которых следует помнить – это размер горшка и погода. Маленькие горшки высыхают гораздо быстрее, чем большие, и поэтому требуют более частого полива. В жару поливайте чаще и обращайте внимание на скорость высыхания почвы в контейнере. И теперь важный момент – как же подготовить растения к зимовке. Прямо сейчас я расскажу четыре разных метода, как сохранить многолетники в контейнерах на зиму. Если вы проживаете в регионе с холодным климатом, то необходимо будет тщательно выбирать растения, которые вы оставите на открытом воздухе. Вы должны понимать, что даже если выносливаете растения в вашей зоне, то многолетники в контейнерах будут чувствовать себя гораздо сложнее и гораздо хуже, чем те, которые высажены в открытый грунт. Итак, первое, куда можно перенести растения – это хранить их дома или в зимнем саду. Если вы выращиваете растения из тропиков в контейнерах, то на время зимы их нужно будет перенести в теплые условия и ухаживать как за комнатными. Если же посаженные растения из регионов с умеренным климатом, то нужно их хранить в непромерзаемом помещении. После того, как растения перейдут в состояние покоя, что это значит? У травянистых многолетников отмирает надземная часть, а древесно-лиственные сбрасывают листву. Их нужно полить и переместить горшки в прохладный подвал или утепленный гараж. Температура в этих помещениях должна быть в пределах от 0 до 7 градусов. Обязательно проверяйте ваши растения и поливайте их по мере необходимости, обычно раз в месяц. Не нужно допускать полного пересыхания грунта в горшке. Когда уже весной начнут набухать почки, перенесите горшки в светлое место, например, на утепленную веранду или балкон. С потеплением вынесите контейнеры на открытый воздух. Еще один вариант – вкапывайте контейнеры в почву. Для небольших кустарников и травянистых многолетников дождитесь первых сильных заморозков. После этого прикопайте растения в землю, наклонив горшок, чтобы вода от дождя и тания снега стекала. Сверху замульчируйте торфом или листовым опадом. Весной, когда потеплеет, переместите горшок из укрытия на прежнее место и хорошенько полейте его. Еще один метод – группировка и утепление контейнеров. В случае, когда нет возможности перенести контейнеры в непромерзаемое помещение или прикопать, обязательно утеплите горшок с внешней стороны. Как пример, один из способов. Поставьте горшок в картонную коробку и заполните пространство между ней и горшком с сеном, пенопластом или сухой листвой. Это вам поможет обеспечить теплоизоляцию. Если у вас например несколько контейнеров с растениями, то сгруппируйте их в защищенном от сильного ветра и яркого солнца месте. После того, как растения перейдут в состояние покоя, оберните горшки пузырчатой пленкой, чтобы изолировать почву от перепадов температуры. Если вам понравилось это видео, были полезны советы, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал и пересылайте видео подружкам. А я с вами прощаюсь, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok